Значит, мы с вами вчера поговорили о переорбитальной области глаза, уха, шея. Ну вот. А теперь еще нужно показать зоны, которые присутствуют на спине, на пояснице. Миша, давай заодно. Ложите живот. Ложи голову, на, расслабься. И вот обратите внимание. Вот зона, да, вот одна, Миша, чувствуешь, да, напряжена. Вот другая зона напряжена. Зона напряжения. И чем больше патологический процесс почки, тем больше напряжение этих мышечных структур. И вот здесь идет сдавление. И вот здесь почка рисуется вот таким вот образом. Вот таким образом почка, мочеточник и мочевой пузырь. То есть вот мы смотрим мочевой пузырь. С этой стороны на гребне и с этой стороны. И вот если в мочевом пузыре что-то происходит, если он спазмирован, то эти области напряжены. Они болезненны. То же самое мочеточник. Когда идет камень по мочеточнику, что с пациентом происходит? Его перекашивает. Из-за чего? Рефлекторная связь, напряжение. Мышца сразу напрягается. Ущемляет нервное волокно. И нервное волокно начинает страдать. Создается ишемизация, голод кислородный в мышцах. Ну и, в общем-то, пищевой голод, будем говорить. И здесь вот это все дело располагается, я еще раз напоминаю, вот почка. А вот так вот идет надпочечник, вот сюда к средней линии, боковой акселярной. И то же самое и здесь. Вот такое явление, когда возбуждается этот надпочечник, он чаще всего связан с чем? Очень часто лекарственная терапия, неправильно выполненная, можно вызвать вот такое раздражение тем, что мы прижигаем точки. Особенно вот когда я отдавал вот эту сигарету этим футболистам, и футболисты старались, конечно, поработать так, чтобы был результат. Естественно, происходило перераздражение всех этих точек. И вот тогда первое, что наступало, спину закладывало, болела вот эта область до самой реберной руки. То есть мощный выброс коры надпочечников, раздражение зоны, и тогда болит и здесь, болит и здесь. И здесь обратите внимание, вот отсюда выходят нервные волокна, которые, я уже говорил, управляют ногами, сосудами наших ног. И вот здесь-то мы с вами должны посмотреть, насколько процесс напряжения зашел далеко. И вот мы смотрим, что одна из веточек нерва, смотрим, Миша, не болит ли здесь? Тянет. Тянет. А вот здесь, вот изнутри. А здесь сильнее. То есть вот, если посмотреть нервацию, как у нас нервирует, откуда идут нервные стволовые структуры, то обратите внимание, с поясницы, сколько их идет. И теперь посмотрите на этой ноге. То есть вот, то есть вот больно. Но на этой ноге и напряжение на пояснице выше. То есть здесь левая почка больше проблемы с левой точкой, значит должно быть больше и проблемы с сердцем. И здесь, видите, тоже больно. А выход-то корешков идет вот отсюда. Вот. Видите? И оказывается, если мы отсюда уберем вот это напряжение, то вот эта боль тоже должна исчезнуть. Потому что отек уйдет с этих корешков, и корешки станут управлять сосудами ноги. Но дело в том, что основная эта масса этих корешков выходит с поясничного отдела. И если мы сейчас будем разминать вот здесь вот, предположим, напряженную эту мышцу, то будет иннервировать в ногу. Ну, конечно, можно разминать, но оно будет постоянно возвращаться до той поры, пока мы не приведем живот в порядок. И очень часто, когда мы отработали с животом, эта мышца расслабилась. Смотришь уже, и здесь нет, и здесь нет. И ведь здесь иннервация не только икроножной мышцы, но и коленного сустава, и тазобедренного сустава. И если мы посмотрим, ведь у нас желчный пузырь вносит свои коррективы ненормальные, но вносит коррективы и эта зона. Потому что эта зона, вот чтобы нам посмотреть суставную поверхность, то есть мы смотрим сустав. Вот смотри, видишь, это сустав. Это суставная сумка, которая одеревенела так же, когда мы рассматривали с вами плечевой сустав, который иннервируется шеей. И здесь сустав становится плотным, твердым, и плюс еще нарушенная функция желчного пузыря, который обеспечивает смазкой. То есть получается нарушенное кровоснабжение, отсутствие смазующих компонентов, идет интенсивный износ этого сустава. И поэтому я говорю, Миша, физкультура тебе вредна. Хотя, по теории, я должен наоборот говорить, потому что я сам будущий мастер спорта, подгон даже видов. И вот, казалось бы, я должен голосовать, а я говорю, нет, физкультура вредна. И то же самое и здесь. Здесь, видишь, вот все болит. А если мы возьмем связочный аппарат, вот посмотрите, мы вчера его просто не показали. Вот оно, место прикрепления, чувствуешь? Вот, то есть связки его на грани, не кронодрывы сплошные. Это все связано с тем, что ненормальная функция внутренних органов. Я уж вам показывал то, что на голеностопе. То есть примерно одна и та же картина, одна и та же ситуация. Теперь здесь почечная структура, а вот здесь-то вот зона, оказывается, еще одна интересная представительная зона почки. Она находится на нижней трети бедра. Если мы возьмем от ягодичной складки до коленной складки вот этот промежуток и разделим его на три части, то нижняя треть будет принадлежать тоже почке. И при чем здесь почка располагается, представительство, как бы вот лоханка изнутри. Затем мочеточник проходит через надколенник и пошел вот здесь. Что мы наблюдаем, чувствуешь? То есть она болит. Болезненная икроножная мышца. И никакими разминаниями вы эту боль не уберете, потому что это рефлексия. Вот пока разминаете, хорошо. Через два часа она возвращается. Потому что это рефлекторное представительство. Так же, как у китайцев, точки есть акупунктурные, точки глашатые. И как бы мы их ни разминаем, они все равно будут присутствовать. И точно такая же ситуация и здесь. Если мы здесь смотрим. Вот смотри, Миша, здесь тоже нет боли случайно. То есть, а вот мочеточник уже звучит. И вот первые признаки того, что песок идет по мочеточнику, это сведение икроножных мышц. Вот то, что нам в институтах или в институте рассказывали, что это дефицит калия. Поверьте, как только песок начинает сыпаться из почки, первые признаки этого песка – сведение икроножных мышц. Ну, я уже не говорю о ступне, которая, где бы мы ни надавили, чувствуешь, да? Вот она, почка. То есть, и вот здесь вот изменяется, что такое, что боль. Почему боль? Боль бывает в одном случае от гипертонуса, а в другом случае от гипотонуса. То есть, две крайности. И в одном случае ступня расползается, мы зарабатываем плоскостопие, а в другом случае, наоборот, она деформируется. И вот здесь вот есть еще одна точка на ноге, которая нам дополнительно несет информацию. Если мы возьмем ногу, то вот на этой области граница раздела, то есть, это плюсно-предплюсно, между четвертым-пятым пальцем, здесь тоже зона боль. То есть, здесь точка, вот она, зона информационная. И вот здесь тоже, вот тоже чувствуешь, да? Вот здесь, да. Ну и вот, и очень часто формируются различные остеопиты. Вот это напряжение. И признаки куриного, нарушения куриного обмена, а в данном случае мы с вами говорим о почках, это формирование шпор различных, пяточных, подошвенных. То есть, когда к нам человек приходит со шпорами на ногах, это первый признак того, что почки его выключены. То есть, он, говоря о шпорах, естественно, он просит, чтобы ему шпоры только убрать. Но на самом-то деле, чтобы нормализовать, так вот, когда представительная зона появляется уже вот здесь на ноге, вот тогда мы можем послать пациентов в бак-лабораторию. Вот тогда уже появляются первые признаки того, что с почками еще в порядке. А до этого, вот все зоны пока развиваются, первоначальное напряжение на пояснице, потом на шее, потом грудной отдел. И вот грудной отдел, если мы с вами говорим, вот, Миша, помнишь, вот она. Видите? И то же самое и здесь. И вот как раз здесь-то прослеживается еще одна особенность. Вот у Михаила, предположим, доминирующая левая почка. Значит, у него проблема должна быть сердечного характера. А если бы доминировала правая почка, то проблема была бы легочного характера. Но вот здесь вот ситуация сочетанная, и мы сейчас тест такой сделаем. Тест заключается в том, что мы простучим его грудную клетку. И вот если простучать, то там боли нет внутри. А здесь? Есть немножко. Здесь. Здесь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Здесь. 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 Есть. То есть, видите? То есть, это тоже начало застоя. А вот если бы правая почка, то где бы мы ни штукнули, все болит. И вот тогда с чего начинать? Почему? Правая почка. А потому что правая почка, я вам еще раз напоминаю, она управляет газовым состоянием нашей крови. То есть углекислотой. Она регуляторная функция регулировать содержание углекислоты. Как только удалили правую почку, что вы можете увидеть? Человек усыхает буквально. Органы скокоживаются. Дефицит кислорода. Легкое. Вы можете не только простучать, но и надавить. Там уже от надавливания. Вот так чуть надавили, там внутри болит. То есть, это тоже тест. Миша, кстати, вот так боли нет. Вот при таком надавливании. А вот здесь, вот так. А вот так. Здесь есть немножко. И опять же, видите, система одна и та же. Мы надавили здесь и ждем, пока боль исчезнет. Оказывается, создавая давление, уходит застой. Боль тоже исчезает. Продолжение следует...